В Наринмаре сегодня прошел ЕГЭ по математике. Писали профильный уровень. Впрочем, на будущее школьников результаты никак не повлияют. Кробный экзамен устроили для того, чтобы наглядно продемонстрировать старшеклассникам, как будет организовано настоящее тестирование. А еще сегодня впервые испытали новые технологии в ЕГЭ. Бланки с ответами прямо на месте переводили в электронный вид. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы свести к минимуму возможную фальсификацию результатов экзамена. Олег Итанзейский продолжит тему. Здравствуйте, у вас 406-я аудитория. Хорошо, по счетам оставляйте. Сегодня здесь все по-настоящему. Строгий контроль уже при входе в школу. Пробный ЕГЭ по профильной математике предстоит написать 112 старшеклассникам. Словно репетиция перед парадом. Только вместо него будущих выпускников ждет настоящий госэкзамен. Экзамен будет длиться 3 часа 55 минут. Как обычно длится все абсолютно правила. Мы соблюдаем как положено, для того, чтобы дети знали, чтобы не было никаких нарушений на основном экзамене. Ну и познакомиться со всеми такими документами, как бланк регистрации, бланк номер один, бланк номер два, чтобы уже снизить вот эту напряженность в период основного экзамена на ЕГЭ. Одиннадцатиклассница Кристина Маркова пообещала, что на пробном экзамене выложится по полной. Ведь именно профильную математику она будет писать уже во время основной волны ЕГЭ. Этот предмет девушке нужен для поступления в престижный вуз Москвы. Все же волнение? Есть некое волнение. Это в любом случае. Не хочется подводить свою школу. Хочется проверить в первую очередь свои силы. Хочется написать на лучший результат. Понятно, что техникой никакой пользоваться нельзя. Ну и шпаргалками тоже. Да и зачем? Это нужно знать самим, как бы для себя в дальнейшем, чтобы это помогало умом, чисто своим и все, своими силами. Этот ЕГЭ из пробных для региона стал самым масштабным. Больше сотни экзаменуемых десятки организаторов. Особое внимание, конечно же, уделено прозрачности тестирования. С собой никаких электронных устройств. Повсюду видеокамеры. Контроль здесь, пожалуй, как на границе. Единый госэкзамен. Будущие выпускники пишут здесь, на четвертом этаже, вот за этими дверями. И, как видите, попасть туда постороннему абсолютно невозможно. Марина Юрьевна, ваше место 2Б. Я вам желаю удачи на экзамене. Здравствуйте. Перед началом экзамена обязательно инструктаж. Старшеклассникам разъясняют, сколько времени отведено на работу, можно ли выйти, а также, что должно лежать на столе. В случае нарушения установленного порядка проведения ЕГЭ вы будете удалены из экзамена. Решать математику школьники будут почти 4 часа. Затем все бланки с ответами отправятся вот в этот кабинет. Здесь с помощью сканера их переведут в электронный вид. И дальше это все в зашифрованном виде передается в региональный центр обработки информации. Затем в региональном центре обработки информации это все будет дешифроваться при помощи токенов. И обрабатываться так же, по сути дела, как раньше. Передаваться это будет все на федеральный уровень. Раньше бланки сканировали в региональном центре обработки. Теперь в пункте проведения экзамена, то есть в школе. Это делается для того, чтобы готовые работы старшеклассников как можно быстрее оказывались в федеральном центре тестирования. По мнению организаторов экзамена, так минимизируется риск фальсификации. Проще говоря, чем меньше бланк с ответами в пути, тем больше шансов, что результаты у будущих выпускников не вызовут сомнений. Олег Катанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.